Привет, мои дорогие подписчики! Друзья, сегодня мы с вами рассматриваем ТВ-боксы, которые ни при каком раскладе покупать в 2021 году нельзя. И также мы разберем, откуда вообще взялась тема этого видео на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну вот смотрите, мы сейчас с вами находимся на Алиэкспрессе, и когда-то у меня выходило уже такое видео, то это был антитоп ТВ-боксов, но в данном случае не будет антитоп. Мы просто будем нудно, монотонно перечислять ТВ-боксы, которые покупать нельзя. И у меня были комменты под тем видео о том, что, да ну, достаточно сказать процессор, вбить в Алиэкспресс и посмотреть, какие нельзя покупать. Но не все так просто. Смотрите, мы сейчас находимся на Алиэкспрессе. Мы вбили РК-3318, это процессор, который нельзя, ну, на который нельзя рассматривать. Давайте мы, во-первых, с вами разберем, какие процессоры нельзя рассматривать. Это ROG-Chip 3318, ROG-Chip 3328, РК-3399 на текущий момент уже устарел безбожно. Плюс нельзя рассматривать Allwinner H3, Allwinner H6, Allwinner H616, Allwinner H313. И это вот самые ходовые говнопроцессоры, как я их называю. Смотрите, мы вбили РК-3318, мы вбили Allwinner, у нас есть еще там, мы чего-то вбивали, но почему нельзя просто сказать, какой процессор, а сказать, какие можно покупать? Да потому что люди, не все продвинутые пользователи, не все, допустим, знают приставки в лицо, и очень много приставок маркируются под другие приставки, которые, в принципе, можно, да, рассматривать. Например, если вы вобьете в поиск Алиэкспресса Amlogic S905X3, да, один из самых ходовых процессоров, смотрите, мы вбили, то здесь мы увидим вроде бы как все более-менее нормальные рабочие приставки, но тут начинают у нас пробиваться T95H. Это приставка, которая далеко не об этом, да. Потом раз, опять же, по запросу Amlogic S905X3 H20. Есть люди, которые, не зная о том, что они могут купить, вот тут какой-то Transpeed, вот этот X88 Pro, это ужасная приставка на самом деле. Люди, которые не знают, что это просто-напросто говнобокс, или вот, смотрите, X96 Mate H616. Люди будут видеть, что это дешевенькая, вроде бы, как там Bubble говорил про Amlogic, что можно брать, я же по запросу нашел Amlogic, и покупают. Ну, не все продвинутые, действительно не все. А еще ж тут внизу вываливаются рекомендации, да, на которые нужно обратить внимание. Что у нас в рекомендации X96Q, да твою ж налево, который расстрелять-то даже жалко, патроны тратить. Ну, а если вы спросите, какие же Bubble покупать приставки можно, то вот в описании под видео есть три ссылки топ-5 ТВ-боксов в разных ценовых категориях. Идем, смотрим и выбираем под видео, есть ссылочки на проверенных продавцов, там все вообще просто. Ну, в общем-то, мы приступаем к рассмотру практически всех приставок, которые покупать нельзя, да, монотонно, но это необходимо, и попытаемся немножечко их обыграть и пошутить. Ребят, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые информационные, самые классные, самые правдивые видео, а также не пропустить розыгрыш. А знаете, что мы разыгрываем? Сейчас я вам скажу, где мои шилды? Девочки, мои шилды, быстренько. Давай, давай сюда, раз, шилдяра, давай, два шилдяра. Я вот, видели, что разыгрываю? Два Nvidia Shield TV 2019 Pro модель. Это самые лучшие ТВ-боксы в мире. Плюс разыгрываем вот таких вот три Mikulka M6 Deluxe. Это тоже очень хорошие ТВ-боксы. И разыгрываем четыре геймпада. Так вот, ссылка на условия лежит в описании под видео. Для того, чтобы принять участие, нужно быть просто подписчиком и там выполнить условия, а именно написать комментарий, участвую, конечно же, поставить лайк видео. Комментарий, участвую не под этим видео, ребят, под тем видео, которое там в условиях. Короче, ребят, разберетесь. Я уже много всего наговорил, но давайте приступаем. Так, у нас есть очень много ТВ-боксов, которые покупать нельзя. Обычно эти все говнобоксы отличаются тем, что они громко кричат, что это ТВ-бокс 2021. Это обычно маскируется под какие-то более известные приставки и бестселлеры. Ну вот, в частности, да, мы с вами смотрим сейчас на ТВ-приставку R98 Mini. Мини непонятно в чем. Вот, кстати, еще одна какая-то у нас тут. i96 Pro новенькая. Твою ж налево. Сколько вас развелось? Давайте до характеристик дойдем. Да, и тут мы видим ROGCHIP 3318. Так вот, ROGCHIP 3318 на Mali 450 обычно без автофреймрейта, обычно греется до 100 градусов. Даже хорошая реализация не дает нормальной производительности. И вот это уже покупать нельзя. Все, вот, запомнили? Запомнили, как выглядит. А ссылки на все вот эти вот приставки, которые покупать нельзя, будут лежать в описании под видео. Слушайте, ну, в общем-то, вот это говнецо покупать нельзя. Теперь, какая-то приставка у нас, ну, это на 905X3, что-то новенькое. Закинем в корзинку, купим, посмотрим. Давайте, 4 на 32, ну, думаю, нам достаточно. В корзину пойдет, купим. Возможно, нечто интересное. Поехали дальше. У-у-у, приставка. 2021, видели? Вот, мы любим вот это 2021, китайцы. Сука, этот чип ему уже, блин, там, я не знаю, сколько лет уже, 5 или 6. Они все пишут 2021. Европейская версия. Давайте в долларах поставим, потому что я в рублях вообще ничего не понимаю. В долларе, в долларе, в долларе. В долларе. Нифига себе, 46 баксов за рок-чип 33.18. Минимальная. Нифига, они просто обнаглели. Они просто обнаглели. Просто обнаглели. Вообще, чтобы было какое-то понимание того, почему эти все ТВ-боксы одинаково говняны, да потому что это все, это все одного полиягода. То есть, платформа одна, которую дает рок-чип, все остальные под него начинают чего-то там мастырить. Следующее чудо инженерной мысли китайцев, это HK1 Cool, который тоже на рок-чип 33.18. Выглядит он вот так вот цветастый. Китайцы любят, когда цветастый, красивый, наляписто. Не покупаем. Также мы обходим стороной вот это вот говно Q2, которое я разнес в одном из обзоров на своем канале. Это у нас тоже тот же самый рок-чип. То есть, вы представляете, из года в год, из года в год мы штампуем рок-чип, а потом ко мне в чаты залетает чувак и кричит, ааа, мне надо приставку прошить, она вот вроде бы работает, но не работает. Вот это основной вопрос у нас там в чатах бывает. Так, а вот это вот пример маскировки. То есть, X96 Max Plus есть, да, берут, делают S96 Max Plus на рок-чип 33.18. И ладно бы он стоил как бы намного дешевле, давайте так, ладно бы он стоил намного дешевле, давайте посмотрим европейская версия. Европейская версия стоит 4 на 32, стоит 35.90. За рок-чип, на секундочку, давайте вот, ну это совсем наглость. Если мы сейчас посмотрим с вами на X96 Max Plus оригинальный, это оригинальный X96 Max Plus, который можно, мало того, еще и перепрошить на нормальные прошивки, то мы с вами увидим, давайте, из Китая доставку 43 бакса. Ну о чем, блин, о чем речь? О чем речь? Ты купил за 43 бакса, да и то их можно найти дешевле. Это я выбрал какой-то магазин, непонятный вообще. Вот у нас есть дешевле. Давайте пойдем посмотрим. Давайте, из Чайны, европейская версия, 4 на 32, 30, 2 на 16, вот. 41 доллар, дешевле. Но вы купили, прошили, проблем не знаете. Или вообще, купите TOX. Вот если до 50 баксов, купите TOX и не морочьте себе голову. Давайте, поехали дальше. X96 Max Plus, потом GT Media, это уникальная приставка. У нас есть тут всего лишь сколько заказов? 10 заказов, 5 звезд обычно ставят, там страшное дело, не покупаем. DQ6, я его расстрелял. Мы расстреливали DQ6? Он даже по-английски звучит, как DQ, DQ, блин. Как-то не очень красиво ругаться на английском. Ладно, так мало того, это стоит же говно тоже каких-то денег непонятных. Очень сильно греется, очень сильно греется. И версия, давайте, 39, 57, 44, 20. Ну, версии, конечно, памяти туда напихали. Зачем, непонятно, не покупаем. Еще один вариант сыграть на названии X96 Mini. Старый бестселлер, приставка X96 Mini. Люди смотрят обычно на этот 96 Mini и думают, что вот здесь написано даже 4K. Какой 4K в 3318? В 3318 4K только надпись на коробке. Это максимум, что там может быть. Все, нахер, нету. Нету, это говно приставка. Оу, M96. M96 Plus. Очередной вариант подделки, да. Вот попытки играть вот этой игры слов. Это тот же самый RK 3318. А что у нас одни RK идут вообще? У нас пойдут сейчас allwinnerы любимые. Еще один RK 3318 тоже не покупаем. Ни при каком раскладе. Ссылка в описании под видео. Тут даже... Что они там пишут? Даже название. А, V99 Pro. Мама родная. Красиво, так как... А, слушайте, дизайн мне нравится. Беленькая, симпатичненькая. Да, представляете, черный телек. И белая приставка лежит. Белый кусок пластика. T98 Mini. У меня был эпичный обзор. Ее 102 градуса. Это хорошая приставка. Берите. Вот, кстати, многие скажут... Не, не многие. Некоторые скажут... Бабл, они все классные. Ты наговарив... Берите. Ссылки в описании под видео. Купите. Я вас прошу. Купите. И я буду потом сидеть, ржать, считать комментарии. Вот это вот говно вообще покупать нельзя. Дальше, дальше, дальше. H50. А, кстати, это знаете, что за приставка? Она у меня начала плавиться на обзоре. Когда у меня снизу потек пластик. Не потек, а начал размягчаться. Найдите этот обзор. В описании под видео размещу специально. Посмотрите, она начала греться с чем-то градусов. И там пластик настолько низкого качества, что он начал просто-напросто оплавился. Это жесть была. Так, А95XR3. Ну, такое. Что-то работает. Ну, крокчип 3318 берет свое. Поэтому, ну, нафиг. Мы на такое не подписывались. HK One Airbox. Кстати, вот этот HK One Airbox, это была попытка. В свое время Вонтер даже купил у них ОЕМ. И попытались выпустить на РК 3318, потому что существует Вонтер X3 в такой же коробке. С таким же рисунком, только там написано Вонтер X3. Есть такой Вонтер Airbox. Вонтер One Airbox. Ну, что, или Airbox 1. Ну, так вот. Они попытались сыграть именно на вот этой успешности Вонтер X3. И люди велись. Очень много было покупателей. Ну, это сейчас мы взяли такой магазин какой-то непонятный, очень старый. Но очень много покупателей было на это дерьмецо. Поэтому вот избегаем, избегаем, далеко бежим. HK One Airbox в другом формате. То же самое говно, но с Орлом. Говно Орла. Назовем так. Давайте назовем, назовем правдиво. Говно Орла. Все, это красиво. Все, говно Орла, я согласен. X88 Pro. Эта приставка уже древняя, как дерьмо мамонта. Нафига ее до сих пор продавать? Это не прошка, которая на NIMLogic. Это на ROG-чипах. Не нужно на них искать какие-то вменяемых прошивок. Нет на них нормальных прошивок. Вот эту штуку, вот эту вот, А95XR5, вот, найдите 10 отличий. А X88 Pro, вот это вот, по конфигурации. И вот это вот говно. У них платформа абсолютно одинаковая. И работают они абсолютно одинаково. Одинаково не работают. То есть они греются. И некоторые, опять же, скажут, что, Бабл, ну IPTV-то работает? Да работает. Насколько оно хорошо работает? Насколько оно долго протянет? Просто те, кто кричат, что эти приставки работают, они никогда не видели хорошо работающие приставки. Как только им даешь в руки приставку, которая хорошо поработала, они уже к этому вернуться не смогут. Это факт. Давайте дальше. Оу. Ну, 2020, устаревшая приставка. Парахон ХТОП ТП-02 на ROGCHIP 3318. А 95X Max. Слушайте, этот А 95X Max, это же вообще, это еще РК-3328, по-моему. Не, 3318. Что, перевыпустили? Он был на 3328 когда-то. Понятно. Не берем. S90, S9 Max. Вот эту штуку, кстати, вот эту приставку, очень часто есть S9 Max. Достаточно неплохая приставка на M-Logic. И я заказывал когда-то, и меня знаете, как кинули? Мне прислали вот этот вот S9 Max на ROGCHIP. А я заказывал на M-Logic. Поэтому вот эта схожесть приставок есть точно такая же, только без антенки на 905X3. Вот избегаем тоже, избегаем. HONOTOP. HONOTOP 2021. Тоже ROGCHIP. Тоже ROGCHIP. Где там ROGCHIP? HONOTOP. Это ROGCHIP или, увы, наружи пошел? Нет, это все тот же ROGCHIP. Представляете, сколько одинаковых платформ просто штампуют OEM, HONOTOP еще один. Слушайте, а чем они отличаются? Красный и синий. Красный, синий. Красный, синий. Тут есть 3D, тут нет 3D. Тут есть голос, тут нет голоса. Блин, я, честно говоря, теряюсь. Приставки-то одинаковые. Все тот же RK3318. Ладно, говно все равно. WONTER Z5. Бежим подальше, ребята. Бежим подальше от этого WONTER Z5. Я его получил. Я даже обзор не делал. Поклацал. X96 MADE. Гадкая приставка. Это уже, кстати, ALLWINNER H616. Кстати, вот этого действия с ALLWINNERами, ALLWINNER H3 и ALLWINNER H6, это были достаточно горячие проценты. У них неплохая, сочная картинка. И даже были попытки нормальной реализации. Например, когда TANIX выпустил TANIX TX6. Да и не было автофреймрейта, но тогда и большого выбора не было на рынке. Они выпустили TANIX TX6 с прокладкой, с пластиной большой. Он работал более-менее. Потом пошли вторые ревизии, которые репели. И меня так ругали. Но я-то был ни при чем. Ну ладно, забыли уже проехали. Но в 2021 году ALLWINNERы, что они сделали? H616 и H613. Они просто-напросто поставили другое видеоядро. Они взяли VPU. И MALI-G31 и впилили. Но проц как грелся, так и греется. Это неплохой проц именно в паре с MALI. Ой, не MALI. Да, с MALI-G31. Но пока не было еще нормальной реализации, нормальной прошивки на этот проц. Я вам скажу так, что если бы, допустим, компания типа Югус или типа Белинка, хотя бы Белинка, взяли бы и сделали ALLWINNER и дали бы открытую SDK, типа Белинк дает СМСДК, то я думаю, что допилили бы на этом процент нормальные приставки. Я вам серьезно говорю. Ладно, забыли. X96 мать нафиг. H40 расстреляли. Говно, не берем. Тоже на ALLWINNER. H6. Мне так ее нахваливали подписчики. Такая приставка. Какая она говно. Ладно. H30 не берем, расстреляли. X88 PRO10. Это вообще уникальная приставка, потому что в нее даже один момент пихали Wi-Fi 6. Мы сделали обзор на Wi-Fi 6, показали какая-то гадость, и они перестали делать Wi-Fi 6. Ну, как-то так. Не берем. Вот это вот TP03. H616. Как они любят расписывать. OpenGL ES32. Для какой? Какой вулкан? Какой OpenGL? Забудьте. Какой PowerPoint? Вы видели? Office, Word, Excel, PowerPoint. 3D. Встроенное 3D ускорение. Может быть идеальная коробка для поддержки 3D. Кодирование видео. Какое кодирование видео? Вы прикалываетесь? Level 4.2 кодирование видео до 4K30. Может быть декодирование? На этом еще и можно представлять. На этом можно еще и кодировать видео, еще и, наверное, и монтировать. Ох, как же ж тяжело. При этом еще и все это на USB 2. Ладно. X88 Pro S 6K. Вот видели? Увидели 6K? Бегите. 6K увидели? Бегите. Ну его нафиг. Transpeed. Вот это, кстати, OEM, от которого брали вот эту серию H30, H40. Это расстрельные приставки. Тоже убегаем сразу же. Ну так. MX-10 Pro. Allwinner H6. Это даже не H616. Это древнючий Allwinner H6. Там такой нагрев у печки. Слушай, а может их как обогреватели можно использовать? Ну ладно, хрен с ним. Обогревателя еще нам не хватало. H96 Max. Это, кстати, самая наглая ложь, потому что был H96 Max когда-то на другом процессоре, на IM-Logic. Он был немножко другого формата. Они сделали с таким же названием на Allwinner. И в конечном итоге начали продавать дерьмо. Здесь даже поленились изменить название. Слушайте, MX-Q 4K. Вот это вот древнючая Guano, его надо вообще уже запретить продавать. Его надо, потому что, видите, какая-нибудь TV-приставка X96 Mini, T96 Mini. На картинке MX-Q 4K это уже, ну, там вообще там 1 на 8. Я не знаю, как оно работает в текущих реалиях при обновлении всех приложений. Вообще невозможно ее включать. H10 Play. Обходим мимо Allwinner H6. Еще и первый H6. Вот это мы делали обзор. Стик на Android 10 X96 S400. Это был закос под X96 S. То есть был популярный. Почему был? Он и есть. X96 S стик на IM-Logic. Хороший стик. Прошивается под Android TV. Они выпускают X96 S400. И получается полное дерьмище. Мама родная. Я вообще не был в шоке. Ну ладно, забыли. Проехали. Приставка Smart TV H96 Mini. Ну, сильно отличается от H96, которую мы тут буквально рассматривали. Где он там H96? Где H96? Сейчас, сейчас, сейчас. А вот. H96 Max. А здесь H96 Mini. Так вот, H96 Mini V8. Мы его получали. Мы даже на распаковке показывали. Мы его потестировали. Я сказал, что я этого на своем канале видеть не хочу. Просто не хочу. Влепить туда 3328A процессор, который вообще, он был выпущен 6 или 7 лет назад. И выдать это за 2021, но это уже издевательство над потребителем. Давайте, пару терпения. H96 Q. Говнище. Потом, H96 Mate уже обсуждали. Убираем его отсюда. H96M. Еще большее говнище. На Allwinner H603. То есть, это вообще такое дно-дно-дно. А вот, кстати. Последние 4 приставки, это те приставки на Allwinner, которые более-менее работают. Они не сильно греются. Ну, вот T95H. Там нормальное охлаждение. Она как-то работает. Само собой, нормальных прошивок нет. Само собой, как-то этот. Она вот просто работает. Показывает IPTV. Ее еще можно как-то рассматривать. Там, на кухню куда-то кинуть IPTV посмотреть. Так же, как и T95X Jody. Да, у меня обзоры есть. Я размещу обзоры под видео. То же самое, как N5 Nova. Она тоже греется, но назвать ее мега-говно-боксом не поднимается в руках. Хотя, такой бокс, ну, блин, говно-коро. И TANIX TX6S был неплох, пока он был TANIX. Как только надпись TANIX исчезает, на приставку смотреть нельзя. Поэтому мы не рекомендуем. И мы не рекомендуем все эти приставки. Они плодятся, как мухи. Вы видите, сколько их. И на фоне этого, вот, если посмотреть наши топ-5, меня спрашивают, почему ты делаешь так мало обзоров хороших приставок? Да потому что их нет. Вы посмотрите на вот этот вот ряд бесполезного дерьма, которые нам вываливают на наши головы, и в наши уши, и в наши глаза в виде этих картинок. Надписи 2021 и мега 4К, ультра HD, 6К, супер-пупер, амолед-экран. Ну, это я уже пошел не в ту степь. Но вы поняли суть. Поэтому, если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. ТОП-5 разных приставок по описании под видео. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Ну, пока.